Субтитры делал DimaTorzok 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 Саховская продолжит Пациенту по кличке кукла нужна скорая ветеринарная помощь. Клещ впился той терьеру прямо в морду и насекомое уже размером с горошину. Вчера не заметили, а ведь кровь напился. Сегодня только утром нарушится. Прививать питомца уже поздно. Через несколько дней станет ясно. Придется ли возить куклу на процедуры, которые если не спасут, то хотя бы продлят собаке жизнь. Боррелиоз. Смертельно опасное заболевание крови. Такой диагноз этим псам поставили после укусов клещей. Вчера было плохо. Не ел, не бегал, то есть клел и все, хвост опущенный. Процедурный кабинет забит. Хотя раньше очередь к ветеринарам выстраивалась в мае, то и в июне. В этом году 40 больных животных уже в марте. Клещи десятками снимают и с людей. На жену упал с яблони. В саду? В саду, да. То есть даже не в лесу. Они все ближе к людям. В пригородах, в парках и на дачных участках. И в этом году клещи проснулись рано как никогда. Только сошел снег. Еще и травы толком нет. В лесу мы не сделали и пара шагов. Не успел опустить марлю. Уже жука поймал. Клеща. Такого не помнят даже лесничие. А ведь на календаре только 22 апреля. А уже пик клещевой агрессии. Во всем винят аномально теплую зиму и раннюю весну. Люди начали раньше появляться в лесу. То есть жук очнулся. Голодный и холодный. И ищет местечки, где ему потеплее. Лесничие выбрасывают белый флаг. Но не сдаются. Это самый простой и эффективный способ прочесать опушку. Попалась самка. Голодна и очень агрессивна. А когда она пьется кровью, увеличивается в размерах в 120 раз. Это самый опасный противник. Иксодовый клещ. Его еще называют собачьим. Он и живет примерно на высоте собачьего роста. Клещи, они вообще, в принципе, находятся от земли не больше расстояния метра. То есть они поднимаются по траве, по подросту, по кустарничку. На каких-то низко расположенных ветвях деревьев даже могут оказаться. Но не выше. Любой открытый участок тела для клеща как магнит. А впивается он почти незаметно. Специальный камуфляж. Вот здесь пришиты вот такие штанинки. На резиночке, что не попадет вверх. Если совсем себя безопасить, то это вот так. Все это есть в памятке, которую выдают каждому перед прививкой против клещей. Ее уже сделали 600 человек. Но работать вакцина в организме начинает только через месяц. А лекарства из аптеки против клещевых инфекций бессильны. Никакого самолечения. Это вирусная инфекция. Противовирусных препаратов у нас таких действенных, которые бы сразу уничтожили вирус. Нет. У нас есть специфическое средство. Это противоклещевой иммуноглобулин. Но это только в больницах, куда клеща нужно нести на анализ. Причем немедленно. Через трое суток после укуса болезнь начнет прогрессировать. Анастасия Саховская, Сергей Солдатов, Сергей Кукушкин. Вести. Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова